МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стой, полиция! Простите! Дверь, дверь! Дверь! Ну, что же это такое? Да вы куда? Полиция! Они, они, они туда забежали! Да, она захлопнулась! Открывайте! Сейчас! Ой, да это не те! Да стой ты! Ну, и что? Попов, жизнь тебе не усложня, ладно? Да пошел ты! Понял. Ну, дайте я, Даня! Да там замок тугой не сразу открывается! Спасибо деду за победу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня хозяин убьет! Вот только на минутку вышло! Здравствуйте! Тихо! Тихо! А я не понял! Тихо! 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 Серега! Привет, милая, как твой девичник? Ребят, тебя очень плохо слышно. Что? Как девичник, говорю? Отлично, очень весело. Как твой мальчишник? Да вот как раз спешок, ребят. Давай веселись, целую. Пока-пока-пока. Наш новый проект – домашний доктор. Это искусственный интеллект, робот, который мониторит физиологические параметры пациентов, ставит диагноз и оказывает первую помощь. Как это? Сам? Без консультации с врачом? У домашнего доктора есть доступ ко всей медицинской информации. Он способен за несколько минут проанализировать миллионы документов и сделать выводы о состоянии пациента. Фактически, это если бы ваш случай обсуждал консилиум и светил мировой медицины. Все врачи мира у вас дома? Именно так. И они работают на вас 24 часа в сутки. Следят за сердцебиением, дыханием, уровнем сахара в крови и другими показателями. А если есть проблема? Дайте, пожалуйста, вашу руку. Не понял. Зачем? Давайте, давайте. Не бойтесь, это не больно. Прижмите запястье. Так. Ага. Новый пациент. Бывают ли у вас головокружения? Да, нет. Редко. Ну, редко. Слабость? Да, нет. Да. Подозрения на синдром Шорта. Рекомендованные действия. Поход к кардиологу. Рекомендованные анализы. Эхокардиография и биохимическое исследование крови. Липидный спектр. После проведения дополнительного обследования может встать вопрос о необходимости установки кардиостимулятора. Кардиостимулятор? Мне? Нужно ехать в больницу? Вам нужен кардиолог. Уверяю вас, если бы нужно было вызвать скорую, домашний доктор так бы и сказал. Экстренный вызов скорой помощи пока не уместен. Потрясающе. А какие еще у вас есть проекты? Мы внедряем искусственный интеллект в автомобильную отрасль. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день, старший лейтенант Севастьянов. У вас машина затонирована. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не понял. Опять неверное решение. Он ехал по правилам. А надо как все. Тогда бы менты не прицепились. Мы же закладывали это в алгоритм. Почему он его не применяет? Не знаю. Дай посмотрю. Ты говорил, что на доработку уйдет два месяца. Ушло три. Я сказал, что я решу эту проблему, я решу ее. Когда? Мне нужна еще неделя. Илья, не тяни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вот это твой новый лук. Ничего. Спасибо, мам. Слушай, ну что же он так долго, а? Ну, а ты чего так нервничаешь? Как будто твой жених опаздывает. Мой? Мой вот. Я вижу. А мне вот интересно, а почему ты не нервничаешь? А вдруг он что, сбежал? Ну, не знаю, перепутал время. Чего? На работе задержался. Сейчас их призвали. О, а вот и вон. Да оставься с дачи. Да. Вот, привет. Здрасьте. Здорово, Вадимыч. Успел? Конечно. Еще целых пять минут. Давайте скорее, пошли. Побыстрее. Да, да. Женя, стой. Что? Ты чего такой помятый? Так я из бара. То есть, из дома. Ну, сначала в баре гуляли, а потом я домой отспаться. Где костюм? Так там пятно было, и я в стирку бросил. Ну, в смысле, стиралку на интенсивную стирку. Он… Ты сейчас что делаешь? Ты что сейчас делаешь? Эй, перестань. Мы с тобой договорились. Ты меня исчитываешь, я тебя тоже. И вообще пойдем уже, опаздываю. Перед тем, как соединить вас к узами законного брака, позвольте спросить вас, является ли ваше желание свободным, искренним, взаимным? Прошу ответить жениха. Да. Прошу ответить невест. Да что такое? Сейчас, извините. Сейчас, извините, секундочку. Извините. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все, я… Прошу ответить невесту. Да. По вашему добровольному согласию, которое вы выразили перед лицом свидетелей, брак регистрируется. Обменяйтесь кольцами. Объявляю вас мужем и женой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы можете без паспорта нас расписать, и я потом… Нет, молодой человек, без паспорта я не могу проводить церемонию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Ты была у женщины. Да подожди, слушай, ты все не так поняла. Да ну что? Я не так поняла, ну может расскажешь. Понятно. Да ну, слушай, просто это же не вопрос, ты же сделала вывод. Давай мы сейчас успокоимся и поговорим. Ты знаешь, мне кажется, мы поторопились со свадьбой. Так, тебе кажется, я тебе сейчас все объясню. Не надо, не надо мне ничего объяснять. Я так не могу. Как, Нина? Да ну, Нина! Слушай, ну это не серьезно! Нет. Этот домашний доктор под большим вопросом. Это не телефонный разговор. Давай встретимся, обсудим. Дмитрий Александрович, к вам Нина Лучникова можно? Ага, заходите. Встречаемся в семь часов, я буду. Договорились. Добрый день. Здравствуйте. Очень рад, что вы нашли для меня время. Прошу. Спасибо. Чай, кофе? Нет, спасибо. Леночка, тогда только мне. Чай. Угу, хорошо. Давайте сразу к делу. Да? Мне поведали, что вы профессиональный детектор лжи. Верификатор? Да. Пожалуйста. Говорят, вы лучшие в этом деле. Понимаете, Нина, мне нужно проверить одного человечка. Конфиденциально. Но об этом можете не беспокоиться. Очень хорошо. Потому что я женат. Да, пока что. Вы хотите проверить свою жену? Нет. Я хочу проверить эту женщину. девушку, ради которой... В общем, прежде чем разводиться, мне нужно быть уверенным на сто процентов, что ей от меня нужны не только деньги. Пожалуйста. Спасибо, Леночка. Угу. А эта девушка, она у вас работает? Нет, нет, нет. Я отдам вам адрес. Женя, Женя! Жень, Жень, подожди. Вот, нашла. Нашла, да? Да. Знаешь, мне очень жаль, что ваша свадьба расстроилась. Жень! Кстати, сейчас совещание будет! Жень! Вот этот стилет был изъят при задержании Попова. А вот этот три месяца назад использовал всем нам известный наемный убийца по прозвищу «Артист». Ты их сравнил? Так точно. Да вы сами посмотрите. Одинаковый, товарищ Попов. И откуда он Попова, этот стилет? Он его в квартире подобрал. Там вот такого добра навалом. Я даже подумал, что хозяин – коллекционер. или хозяин – артист. Так, что сидим? Быстро к нему, если он вас, конечно, еще ждет. Какое кольцо у вас красивое. Сколько карат? Честно, я даже не знаю. Обычно в сертификате написано карат и цвет. Но главное – это чистота. Знаете, потому что размер может быть тот же, а цена в два раза больше. Правда? Угу. Я смотрю, вы разбираетесь. Ну, меня жених научен. Мне вообще с ним так повезло. Подарки дорогие дарят. В клубы вводят. Не жизнь, а праздник. Правда, вот работать уже не хочется. Но я думаю, что скоро я перестану мучиться. Да? Почему? Замуж выйду. И все. Вообще свадьба – это ответственный шаг. Мы вот решили подождать. Ну, не знаю. Если любишь человека, ну чего и тянуть. Тем более, он у меня постарше. Немножко. И с детьми торопится. Мы троих хотим. Ого. А я смотрю, вы своего жениха любите. Ну да. Очень. Алло, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. Нина Лучникова. Да, я поговорила с Наташей. Вы знаете, если она единственная причина для развода, то, думаю, не стоит. Я абсолютно уверена. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой. Сколько раз вам повторять? Я мастер. Кузнецкая мастерская Григорьева. Наши булатные ножи все знают. Мастерская, значит. А копию с чужого заказа зачем сделан? Что-то ты темнишь. Понравился он мне. Рисунок необычный. И клиент эскиз с собой принес. Вот. В тетрадке в такой. Ну, интересная такая. В клеточку в... Ну, вот-вот. То есть тетрадочку ты запомнил, а лицо нет. Да? У меня на лицо память плохая. Да и давно это было. А вы мне что, не верите? Да при чем тут... Верю-не верю. Стилет твой. Ты это признал. Ты его сделал собственноручно. Так. Вы меня в чем-то обвиняете. Значит, мне нужен адвокат. Ч-ч-ч-ч. Можно тебя на минутку? Так, ладно. СТУК В ДВЕРЬ 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 Адвокат, ты ему, а? Серега, дай мне с ним пять минут найди мне. Жень, ну напрасная трата времени. Ну, я тебя о многом прошу. Ты сам все слышал. Ну, не расколется он. Пять минут. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Я же сказал, без адвоката говорить не буду. Так замолчи и слушай. Вот этих людей всех убил артист. Знаешь, что у него такое прозвище? Ну, как артист может сыграть любую роль, так же эта тварь может убить любым способом. А вот этому пацану больше всех повезло. Он просто случайно увидел, как его мать убивает артиста. СТУК В ДВЕРЬ И ты единственный человек, который может его опознать. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Помоги нам ее поймать. СТУК В ДВЕРЬ САЙТ Такой Я и ты называется. САЙТ ЗНАКОМСТВ? Да. Давайте ручку, я все логины и пароли напишу. Чего ты киснешь? Давай вина выпьем. Да что-то нет у меня настроения праздновать, не хочу. Ну, тогда чаю. Чаю давай. Давай. На дне не позвоните. Разберутся они с Женей. Он наверняка уже у нее. Да, уж наверняка. Добрый вечер. Женечка, добрый вечер. А я вот, собственно, решил забежать еще раз поздравить молодоженов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, миленький. Спасибо. Только Ниночки нет, к сожалению. Ну, ничего страшного, ты проходи, садись. Лисечка, будь добрый, поставь, пожалуйста, цветы в вазу. Давай, давай, конечно. Спасибо. Сейчас я принесу. Я, конечно, не знаю, что у вас там произошло, но я тебя понимаю. Я сама 35 лет прожила с человеком-детектором. Всю жизнь, как под увеличительным стеклом. Я поначалу так злилась, а потом знаешь, что поняла? Вот если бы можно было по щелчку отключать свои способности, он бы отключил. И Нина такая же. Давай, держи. Спасибо. Так, значит… Сейчас, простите. Скворцов. Когда? Ясно, через полчаса буду. Куда? Простите, у нас там труп надо ехать. А, надо ехать, конечно. Ты куда? Ты куда? У тебя отпуск. А, точно, точно. Ты смотри. Ну, я никак не привыкнул. В общем, это… Спасибо, что вы есть. На здоровье. У него музыка весь вечер орала. Я сначала звонил, стучал. Я ж не знал. А кто еще проживает в квартире гражданина Царева? Проживает никто. А вот бывает. Бабы бывают. Вчера одна была. Вы ее видели? Нет. Гулац слыхал. Вот тут весь подъезд слыхал, как они ругались. Потом… Тишина. Поди… мирились. А как мы уже над сели, музыка эта началась. Капитан Скворцов, уголовный розыск. Лейтенант Полежаев, вас ждем. Пока свободны, если что, мы с вами свяжемся. Здорово, Ройтман. Здорово. Чем порадуешь? Честно говоря, порадовать нечем. Предположитель на орудии убийства – пистолет. Прилежит убитому. На указательном пальце обнаружен след от спускового крючка. Выстрел был произведен в упор. Получается самоубийство? Похоже на то. Ага. А что он ничего не принял для храбрости? А ты в спальню загляни. Соседи слышали женский голос. Они ссорились. Так может, эта баба его и убила? Нет. Хотела бы убить – убила бы в кроватке. Пока он был сонный, расслабленный и беззащитный. Хорошая винишка. Да и квартирка прикольная. Тут, получается, можно и деловые встречи делать, и интимные, если надо. Ага. Постойка. Стоп. Это штопор для левшей. Тут спираль закручивается против часовой стрелки. Получается, наш пассажир – левша. А чего ж он стрелял тогда правой рукой? Хороший вопрос. Кстати, тут во внутреннем кармане пиджака убитого найдена визитная карточка. Лучникова Нина. Верификатор. Вери что? Верификатор. Специалист по выявлению лжей. Давайте тут без меня заканчивайся, ладно? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ой... О! Проснулись! Дай позвоню. Утро доброе. Утро раннее. Ты чего вскочил-то? Что-то не спится мне, Галочка. С работы звонили. Райтман просил заехать. А без тебя там, конечно, не справиться. Ну, видимо, нет. Консультация моя нужна по вчерашнему трупу. Ради бога. Пожалуйста, без подробностей. Нет, я еще не завтракала. Мы же собирались в музей пойти. Выставка сегодня заканчивается. Ну, я мигом. В морг и обратно. Ты с чем будешь, Омлет? Сыр? Помидоры? Что еще? Я буду. Только кофе. Ой, какие нежные. Что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Жень, ну я же просила отдать мне время. Я по делу. Мы тут будем говорить, если ты меня пустишь. А, да. Заходи. Спасибо. Как твоя визитка оказалась в кармане трупа? Какого трупа? Дмитрия Царева. Дмитрия Царева убили? Прикинь. Не может быть. А почему не может? Может, ты ему как бы, не знаю, сердце разбил, а вот он и... Хватит поясничать. Он меня просто попросил поговорить со своей любовницей. Я поговорила, выяснила, как дела обстоят на самом деле. Мне показалось, что он даже обрадовался. Почему? Ну, потому что ничего не надо менять в жизни. Ага, это повод для радости? Если перемены несут страдания, то да, это повод для радости. Вообще, она ему уже врала. Дальше было бы только хуже. Нина, откуда ты знаешь, как было бы... Что? Прорицательница? Нина Всевидящая? В любом случае, Дмитрий Царев не собирался умирать из-за женщины. Я с ним разговаривала, он хотел жить долго и счастливо, просто без нее. Короче, ты с ней разговаривала, сейчас как верификатора тебя спрашиваю. Любовница могла как-то неадекватно отреагировать и... Из-за того, что я сказала? Получается, что это из-за меня убили человека? Господи, ну, не надо вот сейчас сама бичевание начинать, Нин. Это просто предположение. Я сейчас съезжу к ней и все узнаю. Дай мне адрес. Я с тобой. Что со мной? Зачем? Жень, ну, я могу помочь. Я сразу пойму, она убивала или нет. Конечно. Жень! Что? Адрес мне дай. Я поеду с тобой. Нина, ты не едешь. Еду. Нина! Здравствуйте. Злорадствовать пришли или извиняться? Уходите отсюда. Нет, мы вообще-то по другому вопросу. А я не хочу с вами разговаривать. Вон отсюда! Придется поговорить. Капитан Скворцов, уголовный розыск. А что случилось? Вчера ночью был убит Дмитрий Царев. Как? Где вы были вчера с девяти вечера? Подождите. Подождите, его убили? Вы думаете, что я это сделала? Успокойтесь. Мы просто проверяем все версии. А у вас был мотив. Какой мотив? Да если бы все женщины убивали мужчин, которые их бросили, у нас бы... У нас бы и мужчин не осталось. И все-таки где вы были вчера вечером? Я ходила к его жене. А что вы на меня так смотрите? Он мне жизнь сломал. А я ему хотела сломать. Но я его не убивала. Жена Царева может подтвердить, что вы были у меня? Не может. Девушка! А вы к кому? Я к Светлане Аркадьевне. Я мастер по маникюру. А вас как зовут? Наташа. Послушайте, Наташа. Я мамину маникюршу прекрасно знаю. Она вчера была. Ты кто? Приятенница. Да ладно? Вашего отца. У нас с ним отношения. Давно? Полгода уже. И ваша мать должна об этом знать. Послушай, Наташа. Если моя мать об этом узнает, у тебя будут очень серьезные проблемы. Если ты будешь держать язык за зубами, я умею быть благодарным. Не то, что мой отец. Так что ты выбираешь? Деньги или проблемы? Деньги. Ясно. У тебя отец квартиру купил? Еще чего? Встречались в ее квартире для клиентов. Так он ее называл. Какой адрес? Не убивала я его. Я вчера думала, что прибила бы, но я бы, правда, никогда. Ну и что, что я его не любила? Зато он счастлив со мной был бы. А теперь... Ну, это же моя работа, и он хотел знать правду. Неужели я испортила им жизнь? Правда не всегда полезна. Но его все равно убили, и они не успели бы пожениться. А если бы не убили? Если она права, они бы поженились и были счастливы без этой правды. Нин, а может... Давай мы с тобой... Вечером куда-нибудь сходим... Посидим... Обсудим все спокойно. Нет, Жень, я... Мне действительно нужно время. Не дави на меня, пожалуйста. Кто давит? Никто не давит. Просто... Может, я тебя подвезу? Я прогуляюсь. Пока. Давай принцессу буди. Сейчас Горенов придет и... Да дай поспать человеку. У него дома дурдом. Знаешь, что такое маленький ребенок? А ты уже, значит, знаешь? Так... Сережа... Сережа... Так... В общем, данных по делу артиста у нас недостаточно. Наверх идти пока не с чем садить. Сами будем его разрабатывать. Алексей Федорович, разрешите мне? Куда тебе? У тебя уже есть труп с друзьями наверху. Мне что, тебе объяснять, кто такой Дмитрий Александрович Сарев? Мне каждые пять минут звонят. Как расследование, как продвигается. Кстати, как оно продвигается, Скворцов? Ну, работаем, товарищ полковник. Проверяем связи, окружение. Быстрее проверяйте. Мне погоны еще нужны. Капитан Жилин. Я. Поможешь Скворцову. Есть. Вдвоем быстрее будет. И вот еще что, Скворцов, пусть Нина твоя тоже к вам присоединится. Товарищ полковник. Это приказ. Нам такой консультант сейчас ой как нужен. Вика, ну, на тебе сбор данных, как всегда. Вопросы? Нет. Нина, привет. Здравствуйте, это Нина Лучникова. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Привет, это я. Я хотел тебя попросить, ну, в смысле меня Горенов опросил, чтобы я тебя попросил помочь нам в расследовании. Это насчет Царева. Я сейчас еду как раз к подозреваемому в сигну. Это его сын Николай Дмитриевич. В общем, если ты захочешь нам помочь, подъезжай. Я там буду через час где-то. Это Кожевниково, два строения, один. Ну, в общем, адрес ты знаешь. О, господи, блин. О, господи, блин. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Привет. Привет. Сереж, мне надо с тобой поговорить. Поговорить. О чем? Об артисте. Я так рада, что это дело у нас осталось. А я вот не очень. Почему? Такие дела на дороге не валяются. Между прочим, люди за них звездочки получают. Получают. Вот смотри. Старший лейтенант Соколов. Погиб при исполнении. Или вот капитан Мойсурадзе. Где они все сейчас? Они на доске почета. Награждены посмертно. И мне туда вот совсем не хочется. Ну, перестань. Не будешь на доске почета. Нет, ну, в смысле, будешь, но непосмертно. Мы его перехитрим. Как? Ну, смотри. Мы же знаем, как Григорьев выходил с ним на связь. Сайт «Я и ты». У нас даже, кстати, вот пароль есть. Нет, 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 Вик. Слишком, нет, слишком опасно. И потом он сразу поймет, что заказчик ненастоящий. А если не поймет, вот это еще хуже. Так что, Вика, извини. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос сироткой. И вообще, без санкций начальства я вот на это дело не подпишусь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Сайт. Я и ты. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, да, мам. Привет. Ну, надо же, узнала. А я-то думала, ты меня совсем уже забыла. Мам, мы позавчера видели в ЗАГСе. Ты о чем? Вот как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. По поводу Жени. Ой, мам, я не могу сейчас разговаривать. Я на работе. Я перезвоню. Ладно? Пока. Глеб Данилович сказал, что для решения данной проблемы нужно внести... Добрый день. Извините, пожалуйста. Как я могу найти кабинет Николая Царева? Я могу вас проводить. Не стоит, Володя. Я сам провожу нашу гостью. Илья Резников, соучредитель компании Сигма. А, Нина Лучникова. Психолог. Кстати, я видела вас по телевизору. Все врачи мира у вас дома. Это прекрасное слово. Рад, что вам понравилось. Так зачем же психологу понадобился Николай Царев? По-другому очень важному делу. Хорошо, пойдемте. Я провожу вас. Спасибо. Так что за искусственным интеллектом будущее. Хорошо. Но как ваш искусственный интеллект узнает человека? Например, меня? Очень просто. Отсканировав ваше лицо, он идентифицирует вашу личность. А дальше через интернет он загружает всю информацию про Нину Лучникову. Вот и все. Но ведь в мире существует очень много Нин Лучниковых. Я уверен, что Нина Лучникова с таким красивым лицом только одна. Все равно у меня есть много секретов, о которых нет информации в интернете. Поверьте мне, искусственный интеллект узнает все ваши секреты. У него есть доступ ко всем камерам видеонаблюдения, к другим носителям информации. Он вообще может решить любую задачу. Правда, пока мы не знаем, как он это решает, но... По принципу черного ящика. Ну, а как я узнаю, что ответ верный? Не в бровь, а в глаз. Прошу. Спасибо. Вот сюда. Кабинет Николая. Спасибо, что проводили. И спасибо за приятную беседу. Всегда рад помочь. Знакомьтесь, Нина Лучникова, наш консультант. А это Николай Дмитриевич Царев, сын Дмитрия Александровича. Очень приятно. Очень приятно. Добрый день. Илья, задержись, пожалуйста. Это Илья Данилович Резников, соучредитель Сигмы и мой лучший друг. Илья, это по поводу случившегося. Ты должен подтвердить мое алиби. Вы хотите сказать, что Коля убил собственного вата? Как раз пытаемся исключить его из списка подозреваемых. Итак, Николай Дмитриевич, когда вы видели отца в последний раз? Позавчера. То есть вчера вы не виделись? Нет. Илья Данилович, я закончил презентацию. Антон, подожди немного. Я подойду, как только закончу. Здравствуйте. Николай Дмитриевич. Да. Где вы были вчера в девять вечера? Значит, мы его отца убили в девять вечера? Давайте вы просто будете отвечать на вопросы. Здесь, в офисе. Илья подтвердил? Да, мы сидели до десяти вечера. До скольки? До десяти вечера. А вы прямо на часы смотрели? Вы можете спросить у охраны. Они видели, как мы уходили. Боюсь, нам придется продолжить разговор в участке. Николай Дмитриевич. Да. Вчера вы видели своего отца? Нет. Видели. Вы с ним поругались, поэтому вам стыдно? Да. Вам стыдно за него? Я пришел к нему на ту квартиру. Я хотел поговорить с ним. Я хотел сказать, что если у него с Наташей все серьезно, то я ему не враг. Я ему не враг. Я пришел, а у него там уже другая. И что вы сделали? А что я мог сделать? Я ушел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А как обездвижение? Вот это очень интересный вопрос. Как? Смотри, вот, видишь, вот это гематома, вот. Это явно проведен какой-то удушающий прием. Удушающий прием? Да, я посмотрел в интернете, их там миллион. Японский галстук, перуанский захват, там, анаконда, примерно вот так вот. Раз, и сдавливает. Ты чувствуешь, да, что сонную артерию... А? КАШЕЛЬ Извини, чай будешь? КАШЕЛЬ А? Нет, спасибо, я домой поеду, поздно уж. Женька! А? Сам-то как? А, ты... Ну, как? Работаю, отвлекаюсь, чего? Ну, с ней она и помирился. Да не, она даже разговаривать не хочет. Давай я с ней поговорю. Да не надо. Давай я с ней поговорю. Вадимович... Я позвоню, поговорю. Слушай, я благодарен, конечно, спасибо, но я это сам решу. Спасибо, конечно. Смотри. Давай, жене привет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Гал? Чего? А я же... А я же... Я подъезжаю уже. Я... Ну, рядом с домом. Что, что... Сколько времени? Извини, извини, но я припоздал немножко, да. Припоздал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Милый, я дома. Коля, я дома. Что же ты жену любимую не встречаешь? А-а-а-а-а-а! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В том, что это убийство сомневаться не приходится. Видишь? Ну, след от веревки. Да. А вот это уже совсем другая песня. Следы удушения. И мотивчик этой песни мне уже знаком. Странно, что перед тем, как повесить, жертву задушили. Обездвижили. Царев-старший был убит таким же образом. Ну, а Царев-старший был застрелен из собственного пистолета. Ну да, но сначала обездвижен. Там гематомы чуть позже проявились. А у сына, скорее всего, пистолета просто не было, и убийца пришлось воспользоваться подручными средствами. Не очень-то он маскировал убийство под самоубийство. Ну да. А может быть, просто хотел, чтобы мы поняли, что от своего сына убил один и тот же человек. Компьютер проверял? Чёртики, блин. Так, тут пароль. Отдай в техотдел, может, получится записи с камер наблюдения. Нет, камеры были выключены. Я уже проверял. А это что? Так, работайте. Сейчас приду. У Коли не было никакой депрессии. Дела шли хорошо. Я не понимаю, почему он... Есть основания полагать, что ваш муж не... А его убили. Как? Ну... У него не было врагов. Это из-за убийства его отца? Выводы делать пока рановато, но... А вы где были вчера вечером? На Крите. Мы должны были уехать вместе. Но Коля сказал, что у него какие-то дела, и что он приедет через пару дней. А потом случилась беда с Дмитрием Санычем. Я срочно вылетела. Но прямого рейса не было. Было только через Афину. И вот я утру доволась. А вы когда приехали, дверь была открыта? Да. Коля всегда оставляет дверь открытой, когда он дома. Оставлял, вернее. Простите, последний вопрос. Вы не знаете, что это за самолетик? Нет. Это, наверное, Илюша, друг и партнер Коли. Он постоянно что-то в руках теребит. Илья Резников. Да, да. Соболезнен. Алло, дама. Привет. Направляюсь к тебе. Ко мне? Мам, слушай. Дело в том, что я сейчас не могу. Просто, понимаешь, я иду на очень важную встречу. Осторожнее на встрече. Из окна не выпади. Привет, мам. Привет, привет. О-о-о. И вот это, по-твоему, обед? Мам, ты что-то хотела? А что, я не могу просто зайти проведать дочь? Давай, собирайся. Поедем на выставку, а потом обедать куда-нибудь в хорошее местечко. Может, это нет аппетита. Правильно. Потому что ты его перебила. Значит, пройдемся, нагуляем. Ну, давай, собирайся, собирайся. Хватит дома спеть. Ладно. При одном условии. Ну? Никаких расспросов. Сама знаешь о ком. Хорошо. Только, между прочим, этот «сама знаешь кто» тоже очень переживает. Мама. Все, молчу, 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 молчу. Ну, давай, оденься, оденься, оденься. Дужи. Понаряднее. Мама. Мама, не трогай печеньки, пожалуйста. Нужны они мне. Ну что, готовы? Я понимаю, Иван Ильич. Мы думаем, что действовал один человек. Практически уверены. То есть два влиятельных бизнесмена, не последние люди в городе, убиты. А вы практически уверены, что это все дело рук одного убийцы. И это все? Мы работаем. Я буду держать вас в курсе. Всего доброго, Иван Ильич. Супруге большой привет. Алексей Федорович, разрешите доложить. Зачем этот официоз? Мы ж двое. Ну? Чего у тебя? Дядя Леш, мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Садись. Ты же знаешь, мне можно доверять. Да я и сам уже догадался. Правда? Ну, конечно, глаза-то у меня есть. Вы со Скворцовым снова вместе, так? Конечно, я понимаю, со свадьбой неловко получилось. Но уж кто-кто, а я-то вас судить не буду. Дело в том, что я про другое хотела рассказать. Я наняла артиста. Ты что? Ну, я наняла того самого артиста за деньги и... Да ты ж с ума сошла? Ты подумала, что я сестре скажу? Что я ее единственную дочь, наемному убийце стал? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Почему ты со мной-то не посоветовался? Здравствуйте. В общем, я вас собрал, чтобы... Короче, мы будем ловить артиста на живца. Чего? Как это на живца? В смысле? В сложившихся обстоятельствах у нас нет другого выхода. Вика, старший лейтенант Илюшкина, заказала артисту сама себя. Как это заказала сама себя? А как заказывать, Джилин? Заплатила аванс, причем двойной, поскольку заказала полицейскую. Так вот, Вика заказала сама себя от лица Нины Лучниковой. Ты что, сдурела совсем? Вика, сейчас серьезно, ты в край сдурела? Так, с Хворцом. Что? Я что, непонятно говорил? Мне сейчас все стало понятно. Только не понимаю, откуда такое фанатичное рвение поймать артиста? А я хочу сделать мир чище. Так иди дороги подметай. Сами дела понятно. Так, все. Тихо. Успокойтесь. Итак, артист думает, что ты ушел от Нины к Вики. Поэтому теперь ты должен ее охранять. Серьезно? Похоже, что я шучу, Скворцов. Мне тоже это не нравится, но приходится признать, что план хоть и немного сумасбродный, но вполне рабочий. Днем Вика на работе, а ночью будет дома. У тебя дома, Скворцов. Вы же теперь пара. Сейчас. Не сейчас. Это приказ. И вот еще что. На людях вы должны вести себя, как влюбленная пара. Согласно нашим данным, артист сначала наблюдает за своими жертвами. Алексей Федорович. Приказы не обсуждаются. Да, товарищ полковник, вы как ворцов. Или выполняю, или... Я хотя бы Нине об этом могу сам сообщить. А вот это, пожалуйста, может. Будет даже лучше, если это скажешь ты, а не... Другим. Спасибо. Пожалуйста. Да, снарядом я, конечно, перестаралась. Да ничего подобного. Приятно, знаешь, иногда одеть красивое платье или костюм, а не какие-нибудь там калоши, стилогрейка. Мам, это не калоши у меня были, а лоферы. Да я не про тебя, я про себя. Вот живешь у черта на рогах, даже никто в гости не доезжает. Ну, они просто не хотят мешать молодоженам. Ой, молодоженам. Где он, этот молодожен? Опять со своими трупами. Как ты думаешь, что это? Я даже боюсь предположить. Это темная ночь Николая Симонова. Эти темно-коричневые тона ассиросу художника с тоской по родине, которую он покинул в 2013 году. Мишенька, ты ли это? Я, Гал, я. Ну, здравствуй. Здравствуй. Ну, я тебя сразу узнал. Ну, ни капли не изменилось. Так же очаровательная. А это, наверное, твоя сестра? Это моя дочь. Нина. Очень приятно. Это Михаил Сергеевич. Мой старый знакомый. Ну, не такой уж и старый. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, что, тоже решил насладиться современным искусством? Ну, можно и так сказать. Вообще-то, это выставка моего ученика, который недавно вернулся в Россию. Я могу тебя с ним познакомить? Ну, с удовольствием. Мне очень понравилась темная тоска. Ай, темная ночь. Да. Скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься? Даю частные уроки, так сказать, будущим гениям. Мало. Извините, пожалуйста. Мама, можно на минуточку тебя? Простите. Сейчас я. Мам. Мне надо отъехать. А что случилось? Да ничего, просто Жене позвонила. Слава Богу. Не, мама, это по работе. Скажи, я могу тебя оставить с этим, с на таком искусством? Это что, с ума сошла, что ли? У меня в молодости с ним был безумный роман. Ну, недолгий, но... Прошу прощения, но Николай уже уходит. Если мы хотим познакомиться, то лучше бы поторопиться. Ну, конечно, конечно. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Спасибо, пока можно. Прошу. Привет. Хорошо выглядишь. Спасибо. Пойдем? А вот это все... Ты для него вырядилась? Для Резникова этого? М? Что? Я видел, как он на тебя пялился. Жень, перестань. Пойдем. Да. Добрый день. Добрый день. Нина, вы просто ослепите на сегодня. Спасибо. Да вы тоже ничего. Можем начинать? Да, конечно. Присаживайтесь. Я слушаю. Узнаете? Ну, это похоже на мой. Я такие часто делаю. Его нашли рядом с трупом Николая Царева. То есть вы хотите сказать, что я его убил и вот это оставил как подпись? Или как это у вас там называют? Это не у нас-то убийца. Как этот самолетик оказался в доме Николая? Очень просто. Я вчера был в левом встях? Один? Да. Что делали? Поболтали за жизнь. Выпили немножко. Да просто посидели. Если честно, напились как подростки. Как подростки это как? Орали песни, звали девок? Я имею в виду лишнего. Выпили. А сколько поехали домой? Не помню. Хотя, подождите. Я же такси заказывал. 2313. Это я вам телефон таксиста отправил. Мало ли, захотите проверить. Откуда у вас мой номер? У нас есть программа, которая устанавливает номера в радиусе 10 метров. Вчера оба ваши номера я сохранил. Что значит оба? Без разрешения это как? Я все равно оставила свою визитку. Зачем? Кстати, эту программу мы разрабатывали специально для вас. Вот. Что за черт? Программу разработал наш гений Антон Машанов. И это его фирменный знак. Так, у вас есть еще вопросы? Ты убил Николая Царева? Нет, вы что, с ума сошли? Пора принять лекарство. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, прошу прощения, совсем забыл. Это что? Это? Меврелаксант. После аварии мочают хронические боли в спине. Я не об этом. Это что? Это домашний доктор. Наш последний скорий проект. Теперь мой. Это все. Спасибо. Если появятся вопросы, звоните в любое время. Да. До свидания. Нина. М? Я буду очень признателен, если вы останетесь ненадолго. Да, конечно. Я тебя подожду внизу. Не надо, спасибо. Езжай. Всего доброго. Вам не пора принять лекарство? Пару минут дело не решают. Нина, вы можете мне объяснить, как вы узнали, что я не вру? Если в двух словах, то я обращаю внимание на жесты, дыхание, микровыражения, на ваши ответы, громкость голоса. На все? Вот, например, Скворцов спросил у вас. Когда вы видели Николая? Вчера вечером. Вы посмотрели вниз и направо. Что значит, что вы вспоминали. Потом вы рассказали, что вы делали. Да просто посидели, поболтали за жизнь, напились, как подростки. Вот. Вы сделали жест правой рукой. Да, мы называем это иллюстрацией. Тоже один из признаков правды. Да уж. А потом вы сделали сравнение, напились, как подростки, что тоже сыграло в вашу пользу. То есть, если я использую сравнение и жестикулирую руками, то я говорю правду? Нет, конечно. Все зависит от индивидуальной особенности поведения человека, когда он говорит правду. Да уж, впечатляет. Нина, у меня к вам просьба. Надо кого-то проверить? Я хочу, чтобы вы сходили с моим коллегой на встречу к инвесторам на презентацию нашего проекта. И не могли бы вы считать там, кто за, кто против? Вам это по силам? Думаю, да. Да, хорошо. Отлично. Спасибо тебе, Мишенька, за экскурсию. Ну, знаешь ли, очень трудно разобраться в современном искусстве без такого специалиста. Ну, что ты. Я всегда рад помочь. Скажи, Гала, а ты торопишься? Да вообще-то я собиралась обедать с дочерью, но она меня бросила. А я уже заказала столик в одном хорошем местечке. Ну, ничего страшного. Буду сидеть одна, роскошная, таинственная, никому не нужная. Как будто охотница за мужчинами. Ты знаешь, я мог бы составить тебе компанию, если ты, конечно, не против. А знаешь что? Не против. Тогда поехали. Я не люблю обедать в одиночестве. Вы давно проживаете рядом с царевыми? А это не я с ними. Это они со мной проживают. Я там уж, почитай, четверть века обитаю. С той самой поры, когда они только начали строиться. Вот все на моих глазах. В ваших показаниях записано, что в ночь убийства вы ничего не слышали? Естественно, так точно. Я ложусь рано и сплю молодой позавиду. Хоть Пушкин пусть стреляет. А зачем вы пришли? Что вы хотели рассказать? Ну, как правду? Я же узнал, кто убийца. Сначала оробел, а потом подумал. Ешкин кот. А больше-то ведь и некому. И кто убийца? Янкин хахаль. У жены Николая есть хахаль? Есть. Колька, правда, не знал, что ему рога наставляют. Или, может, он узнал? А тут его и... Кто этот хахаль? Имя, фамилию знаете? Ну, естественно. Илюшка Иуда. Колька только со двора. И он сразу к Янке. Стоп. Илюшка, это Илья Резников, партнер Царюк. Он, он самый. По моим наблюдениям, из восьми инвесторов пятеро против. Пятеро? Многовато. Вы уверены? Абсолютно. Врач не всегда имеет достаточного опыта для диагностики заболеваний. Ему может не хватать памяти, знаний, концентрации. Ведь он всего лишь человек. На помощь приходит искусственный интеллект, у которого есть доступ ко всей медицинской литературе мира, ко всем историям болезни. Начнем с Маликина. Хорошо. Маликин. Мне кажется, ему не нравятся идеи в целом. Я бы не рекомендовала с ним работать. Это не вызовет ничего, кроме проблем. Понятно. А Рыжов? Рыжов. Рыжов отстранен. Всего за несколько секунд он обработает тонны информации, поставит вам диагноз и даже выпишет рецепт. Смотрит в сторону, что означает желание уйти. Честно, я думаю, с ним тоже нечего ловить. Я бы советовала обратить внимание на господина Вагина. Вагина. У меня повышено давление, но если нужно, домашний доктор вызовет скорую, или, например, предложит вам какие-то дополнительные процедуры, рентген, томография, да вообще что угодно. По-вашему, врачи скоро будут не нужны? Пока речь идет о помощи врачам, а не о замене. Но в какой-то момент искусственный интеллект станет работать лучше, чем людям. И этот момент, я вас уверяю, не так уж и далеко. Ему идея нравится, но она не трогает его за живое. Ему нужно что-то личное, важное для него самого. Силантьев. Меркантильный человек. Это точно. Ему очень важен рост личной прибыли. Искусственный интеллект это область, несущая колоссальные возможности. Я вас уверяю, ваши деньги вернутся столицей. Ваши деньги вернутся столицей. Ваши деньги. Вернутся столицей. Я бы рекомендовала показать демонстративно цифры, графики. Ну и последний из потенциальных инвесторов, который мог бы стать вашим союзником, это Жирнов. Жирнов? Мы можем гарантировать вам абсолютную надежность. Я думаю, что он просто осторожничает. Так, получается, если мы перетянем этих троих на нашу сторону, то проект состоится. Именно. Отлично. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, Сигма. Капитан Скворцов, уголовный розыск. С Ильей Резниковой вы меня соедините. А где он? Да, знаю, этот ресторан. Спасибо. Ну все, хватит о работе. Давай о тебе поговорим. Можно на ты? Думаю, да. Сколько времени нужно, чтобы научиться видеть все эти микровыражения и жесты, про которые ты рассказывала? Ты же сказал, хватит о работе. Ладно, на самом деле все эти микровыражения и жесты ничего не значат, если неправильно задать вопрос. Это как? Ну, например, ты сегодня пришел в костюме. Однако ты уже два раза потрогал воротник, расстегнул пуговичку. Какой вопрос можно задать? Тебе не нравится носить костюмы? Ну, а почему нравится? Судя по паузе и вот этому жесту, не очень. Тогда следующий вопрос. Зачем ты надел костюм? Ради деловой встречи? Да. Ну, да. Неправда. Расширенный зрачок, покраснение кожи, затаило дыхание. Ты надел его, чтобы произвести впечатление на меня? А-а. Можешь не отвечать. Но у меня правда могла быть деловая встреча? Да. Хорошо, я, кажется, понял. Можно я попробую? Давай. Так. Я тебе нравлюсь. Вижу расширенный зрачок, покраснение кожи, затаило дыхание. Это да. Да? Ничего себе, как хорошо. А я как раз хотел тебя попросить помочь мне с допросом, а ты уже тут. Класс. Здрасте. А что ты здесь делаешь? Хотел кое-что выяснить. Я же просил не давить на меня. Так я хотел выяснить не у тебя, а у господина Раскольникова. Резников. А, да? Прости. Те. Вот это я дурак. В ЗАГС без костюма пришел, а этот перец в ресторан в костюме. Это ж тройка. Ты ведешь себя как ребенок. Задавайте ваши вопросы. Закажете что-нибудь? Официант, меню, пожалуйста. Господин Резников. Скажите, почему вы встречались с женой вашего партнера в его отсутствие? Что? Почему с женой партнера своего встречались? Говорю. Достаточно громко, да? Нет? У меня просто есть свидетель, который может подтвердить, что вы встречались с гражданкой Царевой и провели с ней два часа. Представляешь? Не расскажете нам, чем там занимались? Можно без подробностей. Хотя, если подробности, конечно, интерес. Вы хотите сказать, что у меня с Яной была связь? Ну, почему была? Может, есть? Я не в курсе. Так. Я понимаю, что это неофициальный допрос. Илья, если хочешь, можешь мне отвечать. Ну, почему? Мне скрывать нечего. У меня с Яной ничего не было и нет. Я приезжал к ней просто, чтобы поговорить. И уверяю вас, тема нашего разговора никак не касалась убийства. Давайте об этом буду судить я, а вы продолжайте. Мы обсуждали наследование, партнерской доли. В случае смерти партнера его акции автоматически переходят его семье и никак не могут быть выкуплены другим партнером. В тот день мы подписали соглашение. То есть, получается, Царевой была выгодна смерть мужа? Это предложил я. И мне это совсем не выгодно. Готовы заказать? Секунду. А я могу увидеть это соглашение? Конечно, я вам пришлю. Закажите что-нибудь. Рекомендую лаврак с артишоками. Здесь его прекрасно готовят. Правда, Нина? Угу. Обожаю артишоки. Спасибо, я сыт. Нин, я хотел тебе кое-что сказать. Что? Говори. Приятного аппетита. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прежде всего, Марат Егорович, я хочу сказать спасибо, что вы согласились на этот эксперимент. Знаешь, хотелось бы скорее увидеть ради чего. Я рад, что мне удалось вас заинтриговать. Скажите, кто-нибудь знает, что вы сейчас здесь? Вы рассчитывали маршрут? Да ничего я не рассчитывал. Ехал, как и договаривались, на обу. Добрый день. Капитан Скворцов, уголовный розыск. Капитан Скворцов, всегда приятно. А в чем дело? Вот и мне очень интересно, в чем тут дело. Где Нина? Мне жаль, но Нины здесь нет. А вот и он. Смотрите, вон там. Вон из-за березы вылетает. Мы с господином Вагиным решили посмотреть возможности искусственного интеллекта. Этот дрон получил задание следовать за господином Вагиным. И мы еще усложнили задачу, немножко от него побегали. А как же он меня нашел? Я же отключил телефон, так как вы меня просили. Да какая разница? Главное, ведь нашел вас. А теперь представьте, что этот дрон это скорая помощь с лекарством. И от того, успеет ли он вовремя найти пациента, зависит, умрет человек или будет жить. Покетец лекарства? Это подарок. Подарок Леше, сыну Марата Егоровича. Вашему младшему ведь 5 лет исполняется? Да. Спасибо. Очень убедительная демонстрация, Илья Данилович. Считайте, что мой голос у вас в кармане. Вас подбросить или сами дойдете? Всего доброго. Привет. Здравствуй, любимая. Что ты знаешь, сил у меня нет совсем. Илья Даниловича. Давай. Витенька. Витенька, ну ты давай переодевайся, а то мы же опоздаем. Давай не пойдем никуда. Как не пойдем? Что ты такой день длинный, усталый? Нет, ну конечно, если ты устал, то давай никуда не пойдем. А билеты? Ничего страшного, сходим в другой раз. Ну да, видишь, вот так вот я разрушил все твои планы. Да ну глупости. Ты так в театр хотела. Ну, хотела. Давай, позвони кому-нибудь. Сходи. Витя, ну я просто хотела провести вечер со своим мужем. Ну, если ты не хочешь в театр, ну, ничего страшного. Я посижу со своим мужем дома. А знаешь что? Давай-ка я тебя чайком напою. Пойдем. Давай. Давай, что я покрепчу, то я спать даю. Ну, давай. Милый, подожди. Так, вот это вот лишнее, ладно? Ну, ты же помнишь, Горенов велел, надо выполнять. Милый, ты голодный? Очень дорогая. Что ты будешь на ужин? Если ничего нет, я могу быстро приготовить. Мышь повесилась. Я за продуктами пойду схожу. Ты вот так желудок испортишь? Короче, мы с тобой сейчас наедине, заботы можно не проявлять, ладно? Пиццу будешь? Буду. Пиццу. 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 КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ты чего? Ты либо ответь, либо включи этот звук, я спать хочу! Скворцов! Когда? Твою мать! Понял. Все, скоро буду. Вика, собирайся. Поспать не получится, у нас труп. Да и вещи мои перестань надевать, ладно? Я же твои не надеваю. Да, я еще на работе. Ну, ты не волнуйся так. Все решим, да. Перезвоню. Пока. Здорово. Приветствую. Чего тут? Да вот, около часа ночи упал он с того балкона. По предварительным данным, трезвый. Сам упал и не помогли. Честно говоря, из-за крови не все видно, но на шее в одном месте явная гематома. Опять гематома. У нас, похоже, серия. Метелин Василий Петрович, ныне пенсионер. В прошлом старший следователь. Угу. Высоко, блин. Да, и телевизор был включен на спортивном канале, но громко мы выключили. Угу. Квартира дорогая, а пивко дешевое будет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А кто на картине? Да не знаю. А пробивы найти? Ну, сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Новая совсем. Еще краской пахнет. Так, ну вот. Геррит ван Хонхорст. Портрет короля Карла Первого. Сейчас висит в Третьяковке. А таких же картин в доме больше нет, похожих? Нет, такая одна только. Она здесь недавно висит. Даже штукатурку с пола не убрали, когда саморез в стену вкручивали. Кто-то хотел, чтобы мы поняли, что картина новая и висит здесь недавно. Угу. Наташа, здравствуйте. Это капитан Скворцов, уголовный розыск. Какая картина? Царь? Подождите, я же вам сказала, я когда пришла, никакой картины Ивана Грозного не было. Ясно, спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это уже интересно. Подпись один в один. Вы знаете, что это за картина? Э-э, Воснецова. Я имею в виду, откуда она здесь? А, когда я уезжала, картины не было. Наверное, Коля ее кто-то подарил, хотя сам он искусством не интересовался. А у вашего мужа были какие-то дела со следователем Метелиным? Вроде нет. Вы думаете, его убили из-за картины? Не уверен, но мне кажется, что она здесь точно не просто так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чего тебе? Оригиналы всех картин, которые ты нашел, должны находиться в Третьяковской галерее. Серьезно? Здорово. Я знаю. Я уже сам посмотрел в интернете. Подожди. Просто я раскопала одно очень интересное дело о картинных подделках. Что в нем такого интересного? Следователь, который вел это дело, Метелин. Ну... Вызови к нам какого-нибудь специалиста из Третьяковки. Все, отбой. Вик. Алло, Жень? Спасибо, Вика. Ты такая молодец. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА 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 Нина, это я? ТЕЛЕФОНА Я хочу сказать тебе большое спасибо. С Вагиным ты оказалась абсолютно права. Надо же. Да, он с нами. Я очень рада. Скажи, могу я пригласить тебя отпраздновать это событие? А, нет, нет, я сегодня уже не могу, у меня планы. Да, да, все, пока. Подозреваю, что это не Женя. Нет, это Илья. Илья? А Женя в курсе? В курсе чего, мам? А, Илья просто друг. И вообще, мы договорились, что мы не будем говорить про Женя. Как ты все-таки похожа на своего отца. Я надеюсь, что это комплимент. Нет, просто он тоже всегда так поступал. Сделал вывод, закрывая дело. И уже никто не мог его переубедить. Да, видимо, не комплимент. Да, но он хотел бы для меня, делал исключение. Поэтому всегда доверял моему слову, а не своему анализу. Может быть, поэтому мы с ним прожили 35 лет. Мам, ну я так, я просто так не могу строить свои отношения на лжи. Почему сразу на лжи? Ты ведь даже не попыталась выяснить его версию. Мам. Что? А знаешь, ты права. Я... я сегодня же вечером к нему и поеду. Спасибо. Глазам не верю. Послушалась мать. И зачем вы меня вызвали, молодые люди? Мы нашли дело о подделках. Оригиналы этих картин дома в Третьяковской галерее. А это... это даже не копии, не тот размер, не то качество. Сразу видно, что работал непрофессионал. Послушайте, мы нашли эти картины на местах совершения преступлений. Мы считаем, их оставил убийца и хотим понять, почему. Ну, так и спросите у него, у художника. Вот он же оставил свою подпись. Алло, Жень, привет. А ты на работе? Нет, нет, ничего. Просто спрашиваю. Я перезвоню. Пока. Здравствуйте. Все, можем ехать. А ну-ка, вот этот вот, глянь. Не, не так. Да ты, сколько можно виснуть-то уже? Ты вот так лучше не сделаешь. А как я? Что я? Чего как? Чего? Ты почему здесь? Так мы, товарищ полковник, работаем с Жилиным. Подпись ищем чья. Нашли сайт. Какой сайт? Какой сайт? Ты Вику должен охранять. Она со мной час назад попрощалась. Где она сейчас? Я не могу знать. Я могу знать. Дома. У тебя дома. Одна. Найдешь похожее, звони сразу. Бегом. Есть бегом, товарищ полковник. Черт, ты что? Что? Да ты достал меня уже. Ладно. ГОВОРИТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, это не то все, это все не то. Привет. А где Скворцов? Кто? А, Скворцов. Так он ушел уже. Ушел? Он это, он с мужиками вроде там собирался. Ага. С мужиками? Угу. Послушай, ну откуда я знаю, где выносит? Знаешь. Просто не хочешь говорить. Это он тебя попросил? Так, хватит. Я вообще тут ни при чем. Вот ты с ним и разговаривай сама. Ага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Иван, царь Иван Васильевич Грозный, портрет короля Карла Первого, царевич на сером волке, царь, царевич, король. Царь, царевич, король. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это не мое. Это не мое. Это не мое. Вставай. Подъем. Встал. Двигай давай. Вперед, пошел. Парни, спасибо, что так быстро среагировали. Да не за что. Давай. Ну что, Антон Машанов? Что ты тут делал? Да пришел к вам, мне Илья Данилович сказал, документы занести. Ну вы же сами просили. Ну вы посмотрите. Так. До свидания. До свидания. Спасибо. Товарищ старший лейтенант, а телефончик не дадите? Может быть у меня жених есть? Ну придется отбивать. Ну, если получится. Получится. Наследование долей партнеров. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-сигма. А что не на работу ко мне? Так я звонил, мне сказали, вы уже ушли. И прям адрес домашний дали, да? Нет, адрес я сам взял из вашего телефона. Мы там программку одну тестируем, как раз для вас. Чудеса прям. Так почему вы со мной словно с преступником-то разговариваете? Слушай, действительно, а чего же ты и так? Делай ему чайку, а? Он же у нас обычный парень. В наручниках вон это, с пекалем, с глушителем. Да я же говорю, ну не мой ты пистолет. А чей? Эй, ты знаешь, чаек не делай, мы с ним в участок поедем, да? Так, ну просто пару вопросов зададим ему там, ну в пыточной. А я что, тут одна останусь? Нет. Здорово, Серега. Этого перца надо в участок доставить. Ну надо доставим. Прости, что так выдернул. Просто Вика там одна, и, ну, сам понимаешь, одну не оставить. Перестань, тебе спасибо, мне тут легче, чем дома. Да ладно, пойдем. Слушай, стой, а давай я его, наверное, сам отвезу, а ты поднимайся, там ужин есть. Вика что-то приготовила и поспишь заодно. Да везу, ты чего? Это приказ, тебе, правда, поспать надо, отдохнуть. Давай, 2314, вызов, этаж, квартиру, знаешь. Жень, спасибо. Прям вот удружил. Спасибо. Да, чуть не забыл, ты когда ушел, Нина твоя приходила и тебя искала. А ты что? Сказал, что ты там с мужиками. Руки. Серега, лучше бы ты промолчал. Да тихо ты сиди. Хорошая машина, комфортная. Блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ай! Женя? Да ты что, сама сошла, Лина? Это что такое? Ничего, я просто услышала, что в двери кто-то копается, щелчок и не знаю, испугалась, что? Кого, маньяка? Да. Да, если бы реально маньяк зашел, то что, книжечкой бы вырубила? Ты мне резником ударил. Что ты здесь делаешь? Поговорить пришел. Позвонить нельзя было? Куда? У тебя же все время занято или выключено, а с автоответчиком общаться надоело. А ночью? Зачем приходить ночью? Я работаю днем, понимаешь, у меня вообще свободной минуты не было. Прости, что вот так вот это все получилось, но я вот так больше не могу. Я уже с ума скажу, мне работать нужно, а я не могу, я все время о тебе думаю. Ты меня уже в толпе мерещешься, я твой голос слышу, там запах, я с ума схожу уже. Прости меня. Больно? Да нет. Да. Очень больно. Прости, я не специально. Может, кровь идет, посмотришь? Есть что-то? Нет, все хорошо. Ближе. Посмотри, пожалуйста. Извини. Нин. Приходит. Почти не болит. Спи. А ты чего не спишь? Да я все об этом деле думаю. А? Не спится. Угу. Я, кстати, хотела тебе сказать. Давай. Так, так, а не надо сейчас говорить, что это все ошибка. Угу. Ну, да ты меня пока не уверен. Так, не начинай. Так, подожди, это важно. Угу. А, смотри, я вчера была у тебя на работе, и я видела картины. А, ну да, их убийцы оставляют на местах преступлений. Угу. У Метелина и у Царевых отца и сына. Смотри. У Царева нашли картину «Царь Иван Васильевич». Да. У его сына «Царевич на сером волке». А у Метелина… Ну, там, Карл I, что ли. Король, Карл I. Угу. Ничего не напоминает? Угу. Ну, царь, царевич, король. Ну, считалочка такая была. Царь – царевич, король – королевич, сапожник – портной. То ты будешь такой. Да. И получается, что Царев – это царь, его сын – это царевич, Метелин – король, а… Его сын Королевич. Да? Которого надо срочно спасти. Мы еще успеем, господи Нила. Ты… Ты гений у меня просто! Не, 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 не спасибо. Прости, просто бежать надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вон она. А что это? Не понял. Что ж такое? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На. Помни этого метельно. Много чего наворотил в 90-е. Да ты садись, чего стоишь, как в мавзолее. С новыми русскими, такими, как Царев, схема была простая. Они приобретали землю, якобы приобретали, а на самом деле отнимали. А менты, типа Метелина, их прикрывали. Ну, ясно, продажный был. Продажный, не то слово. У него даже погоняло было король. Ну, среди уголовников, конечно. Важный был человек. Так что сосчиталка эта Нина точно не промахнулась. СТУК В ДВЕРЬ Да. Товарищ полковник, я насчет Королевича. Разрешите доложить? Давай. Ну что, в общем, Королевич, сынок Метелина, Станислав Васильевич, он умер несколько лет назад. Передозировка наркотиков. Ну, живая его сестра, Валентина, не замужем. Вот адрес. Сгоняй к сестре. Поговори. Скворцов. Позвони Лучниковой. Пусть она тоже поприсутствует на допросе этого, как его, компьютерный гений, который. Антон Машанов. Да, точно. В общем, позвони. Есть, позвоните. Метелина Валентина Васильевна? Да. Капитан Скворцов, уголовный розыск. Ой-ой-ой, послушайте, я уже рассказывала все другому полицейскому, мы с отцом почти не общались. Ясно. Я вообще-то по другому вопросу по поводу вашего брата Стаса Метелья. Стаса? Так он умер давно уже. Я знаю. Он при вас когда-нибудь упоминал имя Николая Царева? Николая Царева? Нет. Нет, мне это не знакомо. Мы с братом почти не общались, потому что он был намного старше меня. Никогда мне свои дела не посвящал. Извините, пожалуйста. Алло. Алло, Валентина Васильевна? Да. Это сторож кладбища. Здравствуйте. Я тут на могиле у Стасика картину нашел. На могиле Стаса картину? Какую картину? Ну, я не знаю. Пустите. Говорит капитан Скворцов, уголовный розыск. Что вы делаете? Простите, с кем я говорю? И что за картина? Это сторож Иван Аркадьевич. Только я здесь ни при чем. Я ничего не сделал. Я пришел, она там уже стояла. Иван Билибин, причудный богатырь Бова Королевич. Я ничего не понимаю. И вы не видели, кто я принес? Не видел. Я, знаешь, тоже не на одном месте сижу. Мне вон шесть могилок надо убрать. А все в разных краях. Я начал вон с того края. Потом вон там у часовенки. А тут третья. Ну, никто с картиной не проходил. У вас салфетки есть? А может, без картины кто-то выходил? Он же ее оставил и пошел к выходу. Часовня у выхода стоит. Нет. Не было никого. Не видел. А вот недели две назад был один мужик. Вот на этом самом месте стоял. Странный такой. Я потому и запомню. Почему странный? Не знаю. Без цветов, без бутылки. Просто стоял. А, и говорил, прости, говорит, прости, прости. Кому? Стасу? Ну да, кому же еще? Прости, говорит, прости, прости. Так, Иван Аркадьевич, придется вам с нами в участок поехать для составления фоторобота. Да, ну че ж, надо так надо. Поедем, раз надо. Я с вами свяжусь. Нина! Добрый день. Добрый. Спасибо, что согласились помочь. Евгению сейчас нет, я сама проведу допрос с Антоном Машановым. Я должна вас предупредить, что я работала на их компанию. Долго? Нет, нет, они меня приглашали на консультацию. Это не будет конфликтом интересов. Нет, мы вам полностью доверяем. Пройдемте. Спасибо. Итак, почему вы вчера пришли ко мне? Да не к вам. Илья Данилович позвонил мне. Сказал занести документы. Ну… Ну а почему так срочно? Я не спрашиваю о его просьбах, он босс. Вам знаком человек по прозвищу Артист? Да нет, вроде. Вы убили Николая Царева, Дмитрия Царева, Василия Метелина. А еще Джона Кеннеди и семью императора Романова. Отвечайте на вопрос. Да ну нет, конечно. Это ваш пистолет? Нет. Вы вчера собирались меня убить? Нет. Вы преступник? Нет. Эм… Извини, можно я кое-что спрошу? Ну, врет он или нет? Нет, надо кое-что уточнить. Уточняйте. Антон, вы вчера совершили что-то противозаконное? Нет. Это как-то связано с работой? Вы нарушили какие-то деловые договоренности? Вы нанесли вред кому-то? Вы причинили вред себе? Вот вы себя и выдали. Антон, что вы принимаете? Что такого-то? Это просто психостимулятор. Ну, чтобы быстрее думать и меньше спать. Ничего такого. Да, а вы его по рецепту купили? Причины его реакции к вашему делу в отношении не имеют. Он не любит своего босса и принимает запрещенные препараты, активизирующие деятельность мозга. Но не более того. Антон Машанов не ваш убийца. Это точно на сто процентов? На девяносто девять. Верификаторы тоже люди. А люди совершают ошибки. Нина, добрый день. Здрасте, Илья. Если не за Антоном, то он уехал. Нет, я за тобой. За мной? Не хочешь пообедать со мной? Я знаю, тут недалеко одно очень хорошее место. Спасибо, я не голодная. Тогда есть не будем, у меня к тебе дело. Дело? Садись, я надолго тебя не задержу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, он? Черт, черт знает. Вроде он. А вроде... вроде и не он. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А если вот так? Нет, так совсем не похож. Совсем. Может быть, вы видели на кладбище вот этого человека? Вот. Нет, это не он. Не он. Уверены? Точно. Не он. Ммм, знакомые багеты. Да, точно такие же у нас не так давно заказывали. Ага. А кто заказывал? Ммм, давайте посмотрим. Так. Вот, вот ваш заказ на пять багетов. Ага. Три недели назад. А как выглядел заказчик, помните? Не особо. Ну, как так? Ну, знаете, не очень-то он похож на художника. Угу. Упитанный, стрижка такая обычная. Угу. Если честно, я не особо осматривался. А вы с ним там разговаривали о чем-нибудь, можете? Ммм, я только спросил его, это ваша картина, он сказал, что его. Я спросил, в Маху учился? Ну, я-то в Маху. А он говорит, нет, Сурикова. В Вадиме. А, нет, Вадиме. Нет, нет, нет. Привет, Наташка. Красноярцева. Баранчики. Трое. Алина Михайловна. Очень смешно. Ой, Женечка. Здравствуйте. Привет. А что ты тут делаешь? А я тут ищу бывшего студента, а вы? А мы вот, кстати, Михаил Сергеевич может тебе в этом помочь. Миш, это Женя, друг семьи. Очень приятно, Якуш. Капитан Скворцов, уголовный розыск. И кого же вы тут ищите? Я точно не знаю, я... Только знаю, что он учился тут лет десять назад, так что... Ну, я знаю, кто может вам помочь. Это Розельфельд Мойше Йога Шафатович. Да, преподаватель графики. Представляете, восемьдесят лет. А память, ну, просто невероятная. Однажды, представляешь... Посмотрите, а где его найти? Ну, я думаю, библиотеки, третий этаж. Да. Представляете, восемьдесят лет на третий этаж. Каждый день, утром, сам. Да? Обалдеть. Всего доброго. До свидания. До свидания, Женечка. Какой молодец. Ну, надо же. На третий этаж. Каждый день. Нет, молодой человек, я никогда не видел этот знак. Вы уверены? Абсолютно точно. За шестьдесят лет работы я ни разу его не видел. А вы уверены, что это наш ученик? Не уверен. Ну, вероятно, ваш источник ошибся. Да, может и ошибся. В любом случае, спасибо вам, Мойша Еш... Олега Шафатович, извините, что ничем не мог вам помочь, товарищ капитан полиции Евгений Викторович Скворцов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите. Скворцов. Товарищ капитан, вы бы телефон-то подальше от головы держали. Очень влияет на деятельность мозга. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну и что? Похоже, я нашел связь между царевичем и королевичем. Ну, в смысле, между Николаем Царевым и Стасом. Здорово. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да нет, не судимы оба, они учились вместе. Да нет, в школе. Но это еще не все. Ты никогда не догадаешься, кто с ними учился в одном классе. Яна? Жена Николая Царева? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Какая красота, да? Да. Я любил вот так в Нью-Йорке по Централ Парку прогуляться. Часто бываешь в Америке? Я там учился. Потом работал в компании по производству роботов-помощников. А теперь вернулся? Навсегда? Надеюсь, навсегда. Я хочу, чтобы у людей в моей стране был доступ к высоким технологиям. Поэтому я и придумал этот проект. Домашний доктор. Но это действительно очень хороший проект. Но он может не состояться. Нин, благодаря тебе, конечно, он получил шанс на жизнь. Я думаю, что Силантьева я смогу уговорить. Но вот Жернов, он все еще не уверен. Хочешь, я с ним поговорю? Нет, Нин, я не могу тебя просить. Ты и не просишь. Я сама предлагаю. Тем более, я действительно считаю, что домашний доктор должен быть у каждого. Хорошо. Спасибо. Пока не за что. Ой, смотри, как красиво. А как так получается, Яна Львовна? Вы же сказали, что не знаете Метелина, а сами учились с его сыном в одном классе. Вы спрашивали, не было ли у Коли дела со следователем Метелиным. А насчет Стаса я даже и не сообразила. А его отца я вообще никогда не видела. Стас друзей домой не водил, потому что он говорил, что папаша его тиран и деспот. А у вашего мужа со Стасом были какие отношения? Они были лучшими друзьями с первого класса. Правда, Стас всегда был лидером. Я имею в виду после школы. Они продолжали дружить или разошлись? Разошлись. Наверное, я в этом виновата. Почему? Они оба были в меня влюблены. А я со Стасом встречалась до одиннадцатого класса. А потом мы расстались. Его в одиннадцатом классе словно подменили. Он до этого был отличником. Душа компании. Вдруг он стал пить, ушел в себя, забросил учебу. Коля ему помогал, был все время рядом с ним, со мной. И в какой-то момент я поняла, что ближе к Коле у меня никого нет. Девочки, шашлык. О, отлично. Вишенка с нашего дерева. Кстати, я видела сегодня Женю в художественном училище. А что ты там делала? Да так. Зашла к однокласснику. А Женя там что делал? А Женя искал какого-то студента. Я не поняла точно. Он дело ведет. Связанное с картинами. Да, там неизвестный художник, но у него подпись, как знак такой. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Что там? На тебе, петрушечки. Что-то типа вот так. Интересно, но непонятно. А может быть, это как у Дюрера? Но у него тоже была подпись зашифрованная. Можно повертеть. Я не знаю, как Дюрер, но вот я вижу буква Т, явно буква Н. Видите, да? Значит, а здесь Н. А, точно, да. Интересно, мы будем сейчас из этих букв слово «вечность» выкладывать? Ладно. Ты мне лучше скажи, как у вас с Женей. Он выглядел вполне довольным. С Женей? С Женей у нас нормально. Новость отличная. Только озвучиваю, что ее как-то не радостно. Ладно, чего это в самом деле? Потому что он мне не звонил весь день. А сама ты позвонить не можешь. Ой, началось. Могу? Опять. Ой. Да ничего, пускай звонит. Ой, да ладно. Здесь нет связи, я перезвоню из города. Нин, это опять я. Позвони мне. Пока. И, наконец, самое интересное. Вот это ваша доля только за первый год. А вот эта цифра то, что вы заработаете за второй год. Мы рассчитывали по минимуму, на самом деле цифра может быть гораздо, гораздо выше. Что ж. Думаю, вы можете на меня рассчитывать. Спасибо, мы вас не подведем. Не сомневаюсь, меня давно уже никто не подводит. Удачи. Всего хорошего. До свидания. Нина, как я рад вас видеть. Выглядите, как всегда, потрясающе. Спасибо, Петр Михайлович. Вы сказали, у вас ко мне какой-то серьезный разговор? Да, я по поводу проекта «Домашний доктор». Я просто знаю, что вы раздумываете над инвестициями. Да, верно. А вы хотите поделиться со мной какой-то информацией? Нина, я это очень высоко ценю. Нет, я хотела попробовать убедить вас принять участие в этом проекте. Это Резников вас послал, Илья? Любопытно. Нет, нет, это моя инициатива. А в чем ваш в этом интерес? Понимаете, у моего отца был диабет, и однажды он возвращался домой с дачи, и на автобусной остановке ему стало плохо. Добрые люди, конечно, вызвали скорую, но к тому моменту, как она приехала, он уже был без сознания. А у диабетического ацетоза есть особенность, от человека пахнет ацетоном, как будто он пил накануне, а мой отец вообще не пил. А они подумали, что он просто пьян. И выехали. Подонки. Я просто подумала, что если бы они могли правильно поставить диагноз, то, может быть, он был бы жив. Хорошо. Я подумаю. Я очень рад был вас видеть. Спасибо. Дорогой. Прости, душа моя, снова вызвали на работу. Хорошего дня. Да. Прекрасный медовый месяц. Да? Да, Миша, привет, я тебя узнала. Планы? Планы всегда есть. Ну, на день рождения. Ну, поздравляю. Приду. Обязательно приду. Диктуй адрес. Ага, ага. Угу, четыре. Дальше. Семь-девять, угу. Подождите, пожалуйста. Жду. Да, жду. О, а ты что тут делаешь? Догадай, с трех раз. Ищу с опорника среди одноклассников Царева и Метелина. Как ты помятый выглядишь. Ты тут ночевала, что ли? Слушай, Жили, ответь мне на один вопрос. Это все жена этики теряют такт или только те, кто раньше его не имел? Да ладно, че ты, я ж по дружескому. Так, записывайте. Да, пишу. ИП Давыденко Андрей Витальевич. Ремонт обуви Каблучок. Как вы сказали, ремонт обуви? Да. Спасибо. Всего доброго. Какие отношения связывают вас с вашими одноклассниками Стасом Метелиным и Николаем Царевым? Никакие. Послушайте, если вопросы задает уголовный розыск, стоит напрячь память, если вы что-то подзабыли. Это я-то подзабыл. Да я каждый день помню. Эти гады мне все детство испоганили. Как испоганили? Как, как? Дразнили, издевались, чтобы они сдохли, уроды. Так они уже сдохли. Точнее, им кто-то помог. О! Бог видит, кого обидит. Или вы думаете, что это я? Я думаю, вы следующий. Галва. Ты, как всегда, обворожительна. Спасибо, спасибо. Проходи в гостиную. Прошу. Я сейчас. Мишенька, а кто автор этой картины? Понравилось. Это Алексей Тихомиров, мой бывший ученик. Да, подарил после выпуска. Давно? Ну, лет 15 назад. А что? Да нет, нет, ничего. Прошу. Спасибо. Ну что, Мишенька, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья. И чтобы все твои мечты сбылись. Боже мой, спасибо, спасибо, Гала. Они уже сбываются, Гала? Я рада за тебя. Ты знаешь, я загадал сегодня, чтоб ты пришла. И вот ты здесь. Ну, я здесь. А где остальные гости? А зачем нам другие гости? Миша, что ты делаешь? Я принимаю поздравления, Гала. Что ты делаешь, Миша? Гала, за что? Ты же сама пришла. Ты же была не против. Не против чего? Я вообще-то замужем. И, между прочим, недавно. И что? Ничего. Каким ты был, Миша, таким ты и остался. Нахал. А я думал, вы меня в отеле поселите. А чего вы так думали? Ну, как? Разве не положено по программе защиты свидетелей? Давыденко, это вы вредных американских фильмов насмотрелись. А у нас вы с комфортом посидите в камере. То есть, как в камере? Ну, или дома. Да давай, давай. Ну, пришлось остудить его шампанским. Ну, и правильно сделала. Нет, ну, ты вообще представляешь? Я просто даже не понимаю, вообще, за кого он меня принял? Да, будет знать. Тебе сахар положить? Да нет, ну что ты, избави боже. Ты же знаешь, сахар – белая смерть. Угу. Ну, я чуть-чуть, на нервной почве. Мама. Я так рада, что ты приехала. Правда. А я не просто так приехала. У меня есть для тебя информация. Какая? Это касается дела, которое ведет твой Женя. Так. Я знаю имя художника, чьи картины находили на месте преступления. И? Кто? Алексей Тихомиров закончил МАХУ лет 15 назад. Ученик этого нахала Якушева. Так вот, у него висит картина с точно такой же закорючкой, как на ваших. Мама. Мама. Ты гений. Ты просто гений. Ладно, 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 давайте. Мама, это просто самое лучшее на спине. Звони, звони сыну Скворцову. Значит, Алексей Тихомиров. Не, ну, ты просто золото. Я, кстати, тебе звонил вчера? Да, я была у мамы на даче, там плохая связь. В общем, неважно. Долгая история. Давай, может быть, вечером встретимся, и я тебе расскажу. Прости, Милая, мне надо бежать. Серега, ты мне нужен. Я пойду. Погоди, погоди, погоди. Вот эти документы. Ну что? Какие планы? Никаких. Сказал, перезвонит. Будешь ждать от мужчины звонка, составишься в одиночестве. Мам. Ну что, мам? Что, мам? Мужчины приветствуют инициативу. Ну и что ты предлагаешь? Я бы на твоем месте устроила ему животрепещущий, будоражащий сюрприз. Кажись, нашел. Так, Тихомиров Алексей Львович, полгода назад освободился. Так, что там, адрес? А, так, да, адрес и вон номер. Алло. Здравствуйте, Алексей Тихомиров дома? Лешка-то? Так он же месяца два как съехал. Все, кстати, заплатил. Он вообще положительный. Так у себя и запишите. Исправился он. А адресок, куда съехал, не подскажете? Не, не знаю. Не сообщил он своего нового места жительства. И номера тоже нет? А на кой? Говорю ж, заплатил он все. Спасибо. Да нет. Ничего. Так, а за что он там сидел? Сидел за наезд в нетрезвом виде. Жертва Евгения Ставицкая, девятнадцать лет. Ну, тут все прозрачно и чистое. Вон, свидетель есть, парень в жертве. Олег Швачко. О, сейчас. Сейчас. Ух ты ж, блин. Что? Вот этот Швачко, вот он сейчас хозяин обувного магазина. Сапожник. Угу. Какой адрес? Магазина? Да никакого магазина. Видел который час? А, ботанической пятнадцать. Пятнадцать. Все, я поехал. Скворцов. Вот ты где. Поехали домой. Я устала у меня. Вчера ни секунды не спали. Угу. Так это сейчас вообще не то, о чем ты подумал. Жень, поехали, а? Что? Ну, сейчас. Короче, Серега, придется тебе съездить. Есть. Мне съездить. Есть. Мне съездить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, я даже есть не хочу сразу в постель. А, я бы что-то съел. Добрый вечер. Добрый. А, Нина, а что ты здесь делаешь? Да ничего. Так решила сделать сюрприз. Послушай, давай сейчас зайдем домой, я тебе все объясню. Зачем? Потому что... Давай выясним все здесь. Ты был с ней в ночи перед свадьбой? Я же говорила, нужно было сразу все рассказывать. Замолчи. Замолчи. Это не то, что ты думаешь. Что я думаю? Пожалуйста, давай зайдем домой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У вас не что-то будет? Черт. Нет. Да. Что? Да... Нина. Мне кажется, я... Я узнала достаточно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не возьму. Нина, подожди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гражданин Швачко, откройте полиция. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА История года прослеживается со времен Ивана Клорна. Без вспышек... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Полиция! Есть кто? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Да, совсем немного опоздали. Если бы мы узнали о Тихомировиче раньше... Ну, знаешь, в нашей работе нет сослагательного наклонения. Ничего уже не изменишь. Ну, ты в твоей не изменишь. А у меня все можно. Что там по зацепкам? Это ты про гематомы на шее? Да, уже видны. А уж топил он жертву при жизни или после это... После вскрытия Вадима скажет. Господи! За что? Олежий! Олежий, сыночек! Ладно, ясно. Работай. Да пустите же меня! Это мой сын! Сын! Не положено! Господи, Боже, ты мой! Да сердце у тебя есть или что? Успокойтесь, пожалуйста. Вам сейчас туда нельзя. Господи, сыночек. Капитан Скворцов, уголовный розыск. Я соболезну вашему горе, но мне очень нужна ваша помощь. Теперь ты чем поможешь? Сыночек мой, горишко мое. А Боженька все видит. Вот и наказал. Что значит наказал? Пятнадцать лет назад это случилось. Мой Олеженьки невеста была, Женечка. Моей жениться нельзя. Всю жизнь маяться будем. Слушай, мне кажется, я и так буду вечно маяться. Это еще почему? Намекаешь, что я плохо готовлю? Ой, слушай, так живот заболел. Ты что опять суп положила? Дурак! Да, а ты что за дурака замуж за выходишь? Дурочка, что ли? Женя! Женя! Она… Женя! Женечка! Женя, господи, Женя! Семар! Женя! Женя, кто-нибудь помогите! Твою мать! Спокойно, Медла. У тебя отец мент. Отмажет. Есть свидетель. Откупимся. Нет, я вызываю ментов. Конечно, вызывай. Если приедут, свидетель будет у Жени один. А если мент какой принципиальный попадется, в жизни не вылезем. Да мы и так не вылезем! Кто-то же ее задавил! Господи, Женя! Эй, парень! Есть предложение. Какое? Квартиру они ему предложили. Если будет их слушать. И что, Олег? А что, Олег? Женечку уже не вернешь. А мы тогда в шестером на сорока метрах жили. Вот и сказал в суде. То, что его попросили. Что этот художник Тихомиров. Ну, в общем, один был. А Митилин как за рулем оказался? А вот так и оказался. Пели они вместе. А он самый трезвый из них был. Вот с этого дня у Олежки вся жизнь пошла на перекосяк. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И напоследок хочу сказать. Помните, как быстро вошли в нашу жизнь сотовые телефоны? Так вот, домашний доктор пойдет еще быстрее. Потому что он нужен каждому. Все зависит от вашего решения. Ну что же. Это очень убедительная презентация. Тогда предлагаю голосовать. Кто за? Ладно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Большинством голосов проект принят. Вас можно поздравить. АПЛОДИСМЕНТЫ Нас, Михаил Гидрович, нас всех можно поздравить. АПЛОДИСМЕНТЫ Серийный убийца в Москве. Прокуратура на ушах. Мне уже сам звонил. Ну и где этот ваш художник? Как его? Тихомиров. Да, Тихомиров. По месту прописки не проживает еще. Плохо ищите, Скворцов. Надо шевелиться. Товарищ полковник, разрешите? Заходи. Я тут это... В общем, выяснил кое-что. Ну говори, Жилин, говори. Не тяни хата за хвост. Тихомиров-то наш, он... Ну? Он в тюрьме в пошивочном цеху работал. Ну и получается, что он и есть портной. Ну, наконец-то. Скворцов, чего сидишь? Работай давай. Да, есть работа, товарищ полковник. Могу СМСку ставить? Я как-то сам хотел. Успеция 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 Рудиная Спасибо, скотина! Кто там? Это курьер. У меня букет для Нины Лочниковой. Нина Лочникова? Да. Это вам. Спасибо. Если можно, распишитесь, пожалуйста. Угу. Всего доброго. Угу. Жилина не видела? Он вышел. Жень! Подожди, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить. Давай вечером, ладно? Жень, ну ты можешь зайти? Закрой дверь, пожалуйста. В общем, я хотела тебе сказать, что у меня вечером сегодня свидание. И, Жень, я тут поняла, что между мной и тобой ничего быть не может. Угу. Угу. Наконец-то. Поздравляю. Угу. А, тебя, кстати, искал тот омоновец. Не знаю, что ты хотел. Да. Вот как раз он меня и нашел. Ты ж не против? А с чего я должен быть против? Вик. Ну. С чего я должен быть против? Ну, не знаю, значит, мы друзья. Да, мы с тобой просто друзья, понимаешь? Сто раз выясняли. Хорошо. Все? Нет. Жень, я еще вот хотела тебе сказать кое-что насчет того вечера накануне вашей свадьбы. Да ну, перестань. Ну, зачем ты это? Давай, Женечка. Давай, давай, давай. Зачем ты? Давай, вот хорошо. Сейчас мы тебя раздеваем. Не надо. Не надо. Не надо. Меня раздевает. Давай. Слушай, я женюсь завтра. Да я завтра женюсь. Не надо меня. Вот мой хороший, Варя. Вот молодец, мой хороший. То есть, паспорт ты мне положила в куртку? Ну, конечно. А чего ж, когда я приехал, в ЗАГС его не было? Наверное, он выпал, когда ты надевал куртку. Я положила тебе его во внутренний карман. Нашла его возле комода и отдала тебе его потом. Ну, да. Прости. Я опять спрашиваю, но… У нас в ту ночь с тобой абсолютно ничего не было. Ну, это же… Ну, это же… Ну, это же… Вика, это же прекрасно. В смысле, ты… Да? Да. Ты настоящий друг, правда. Ну, я просто думал во все это время, что у нас… Ну… Ух, Серега, вот вообще сейчас не надо делать выводы. Вот это не то, о чем ты подумал. Там это… Там ППСники, в общем, с Новоспасского моста звонят. Тихомиров того покончил с собой. Как? А что, прямо на их глазах? Да нет. Тело пока не найдено. Игорь, это да. Мы ждем приезда оперативного. Так точно. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай-ка вылезай. Ага. Вот. Сейчас будешь как дома здесь. Жить, поживать. Сейчас мы тебя корневенчиком немножечко прольем. Ух ты, ой-ой-ой. Какая красота, а. Какая. Ой. Ой. Что такое? Что такое? Все, хватит, хватит копаться в земле. Ну, я не закончила. Да? Да. А у меня для тебя сюрприз. Какой? Какой? Хватит, все. Потом. Ну, подожди, ну, я не закончила. Закрой глаза. Ну, подожди. Глаза закрой. Ну, куда ты меня тащишь? Так. А, осторожно. Не открывай глаза. Очень надо. Что? У меня уже голова кружится. Ничего. Сейчас, 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 сейчас. Все. Открывай. Что это? Ну, посмотри, что это. Сочи. Путевка. Да. Райское яблочко. Ау. Две недели, только мы с тобой. Все. Ой, прости, прости, прости. Ради бога. А что это ты? Что? Вдруг передумал жить на работе. М? Ну ты это важнее работы. Правда? Это. К тому же медовый месяц один раз жизни бывает. Ну. Ну. Не важно. Будь сколько раз. Он бывает. Так. 100, 7, 1, 1. Угу. Добрый день, старший лейтенант Илюшкин, уголовный розыск. Скажите, вы сегодня высаживали пассажира утром в девять на Новоспасском мосту? Угу. Ладно, спасибо. Нет, нет, это не по поводу Жека. Нет, я не знаю, кто вам меняет код. На Новоспасском мосту высаживали пассажира? Что? Да. На Новоспасском мосту, да. Да. Да, диктуйте адрес, я записываю. Здрасте. Здрасте. Вы, дядя Ваня? Иван Аркадьевич. А вам кого? Да мне вас. Я говорю, хоронить кого? А, нет, никого. Я из полиции. А, вот посмотрите, не он ли приходил на могилу к Стасу Метелину? Он. Точно? Так вот тебе крест. Стоял и прощения просил. У кого? Ну, у Стаса же. Спасибо. Да, пожалуйста, не за что. Спасибо. Обращайтесь. Вот здесь я его и высадил. Вот точно здесь. А что так уверены, что здесь? Может, впереди где-то или сзади? Тут все похоже. Ну, что я Новоспасский мост перепутаю, что ли? Про пассажира что сказать можете? Нервничал, может, или по телефону с кем-то говорил пока? Нет, ни с кем не говорил по телефону. А, единственное, у него крупные купюры были. Он со мной расплачивался. Ну, такая пачечка нехилая в руках. Да. В общем, с нехилой пачечкой я такой в воду прыгнул. Да что такое? Ну, Галя, а где бритва моя? Да погоди ты со своей бритвой. Видишь, у меня ничего не помещается. Ну, помоги мне. А что ты набрала-то? Как что я набрала? 14 дней. Соответственно, 14 дневных комплектов. Плюс вечерние. Ой. А что? А шляпы-то куда? А тебе они точно нужны? Ну, конечно, нужны. Ай, класс. Алло, доченька? Доченька, тут такое дело. Мне срочно нужен твой чемодан. Ну, как какой? Ну, этот вот для путешествий. А кто едет в путешествие? Ничего себе, и когда вы летите? Завтра? Ладно, я сейчас не могу. Я потом тебя завезу, ладно? Давай. Пока-пока. Ты мне можешь рассказать, что мы ищем? Опросили всех таксистов. Никто на мосту мужика не подбирал. Я не знаю, я просто чую, какая-то... Да не верю я в это самоубийство. Слишком много странного. Ну, а что тут странного-то? Ну, понял человек, что натворил. Давай, допустим, он убил Царевых, Метельна-старшего и Швачко. Так. А что он тогда прощения просил у Стаса Метельна? Ведь именно Стас сидел за рулем. Ну, так вот именно. А потом самоубийство вот такое, безопродательные записки. Не-не-не. Стоп. Что? Да вот он. Где? Ну, вон, машина белая. Она заезжает на мост между вот этих двух. Так? Ну. А теперь выезд с моста. Смотрим. Эта машина проехала, эта проехала. А наша где? Нету. И спустя две минуты она выезжает. Почему? Остановилась на мосту. Правильно. Для чего? Чтобы подобрать тихо нервы. Вот это оно. Сейчас мы номерочек найдем. Сейчас. Из-за домашнего доктора? Поздравляю. Спасибо. Наконец-то этот проект обретен. Идет жизнь. Ты знаешь, Антон начал разрабатывать его десять лет назад. И вот, наконец, свершилось. Я за вас очень рада. За нас. Без тебя ничего бы не вышло. Спасибо тебе. Пожалуйста. Просто я тоже верю в домашнего доктора. Нина. Теперь, когда наши рабочие отношения закончились, мы можем начать лично? Ух ты. Я все никак не могу привыкнуть к твоей прямолинейности. И все-таки. Я увижу тебя сегодня вечером. Почему бы и нет? В пятницу можно удачу махнуть. Моей как раз не будет. Что там делать? Ну, как что? В лес можем сходить. Земляника, говорят, пошла. Банька опять же. Земляника, банька. С тобой, Воронин, ничего интересного. Все предсказуемо. Ну, что ты вот... Ну... О, блин, этот еще. Что ему надо? Ты пристегнута? Да. Лейтенант ДПС Комаров. Здравствуйте. Здравствуйте. В чем дело? Я вроде ехал 60, ничего не нарушал. Ваше счастье. Смотрите, пожалуйста, сюда. Ну? Везли этого человека? Да, вез. Куда везли? Косякова. Далеко, конечно, но он хорошо заплатил. Девочки там, вы слышали? Адрес есть? Озерное 4. Дом с зеленой крышей. И кто это? Особо опасный преступник. Мы берем содействие. Счастливого пациента. Тебя что, могли убить? Ну, его прошел. Доступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы вообще отдыхать собираетесь или на конференцию? Я с пользой хочу провести время, пока Галина будет в спа, по магазинам бегать. Ну, тогда вам и этого будет мало. Ну да. А я вот хотела спросить, а как там? Скворцов? Ничего, Скворцов, хорошо. Нет, я про расследование. Ну что расследование? Расследование расследуется. Роет на эту работу и держит меня в курсе дела. Четвертый труп ночью был у нас. Серьезно? Опять с картины? Сапожник. Фердинанд Ходлер, сапожник у окна. Значит, остался портной. Да нет, у портной, мне кажется, он и есть убийца. Он мстит тем, кто его посадил. Картины уже нашли на Новоспасском мосту. Так и называется портной. Автор Джованни Батиста Марони. Трупа, правда, не нашли. Там река, течение. А вы думаете, что это самоубийство? Не знаю. Самоубийство, убийство, тут ничего не понятно. В этом деле вообще ничего не понятно. Мы надеялись на тех отделов, а у убитых в компьютерах ни черта нет. Хотя нет, чертика нашли. Чертика? Чертик в коде. Вычищены компьютеры специальной программной. Эту программу написал гений нашей компании Антон Машанов. Антон Машанов. Это его фирменный знак. Подождите. То есть получается, что все компьютеры жертв были вычищены? Ну, насчет всех я не знаю. А вот компьютеры Царевых точно. А что, если все остальные убийства были для маскировки? Для маскировки чего? Мне надо кое-что выяснить. Спасибо. До свидания. Нина. Нина. Петр Михайлович, у меня только один вопрос. Дмитрий Александрович Царев. Он был за или против инвестирования в проект «Домашний доктор»? Ну, конечно, против. Дмитрий Александрович вообще был человек очень осторожный. И он мне говорил, что проекта может не быть. Там возникла какая-то проблема. А он это знал от кого? От сына. Я даже специально разговаривал с Антоном Машанов. Он сказал, что все исправит. Так что все подписано. Аванс переведен. И скоро они станут богатыми. А кто они? Николай же Царев умер. За мной есть второй партнер. Кто? Антон Машанов. Наконец-то этот проект обретет жизнь. Ты знаешь, Антон начал разрабатывать его 10 лет назад. Можно сказать, это дело всей его жизни. Петр Михайлович, вы очень сильно мне помогли. Спасибо большое. До свидания. Ниночка, а кофе? В следующий раз. Здравствуйте. Алло, Илья. Это Илья Ресников. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Картины я написал. Моя работа. Заказали, сделал. Я не отпираюсь. А, Мокрухи мне не надо шить, начальник. Один срок отсидел, другого не будет. Вас никто сажать не собирается. Мы знаем, что вы в том наезде не виноваты. Просто мы это узнали только сегодня утром, так что... Как? Да нет, капитан, виноват. Я же сам Стасика за руль пустил. Виноват еще, как виноват. Я вот здесь жив-здоров сижу, а Стасик за меня. А заказчики расскажите? Да, нечего о нем рассказывать. А мыло написал мне, а мне какая разница кто? Я как раз оттянулся, деньги нужны были. Он мне и на домик дал, чтобы было где работать. А почему отнесли картину на мост? Так он сказал. Привезти на мост, оставить, уехать на попутки. Да за 300 баксов я бы их на Кремль повесил. Остальные картины тоже вы сами передавали убитым? Да я вообще не знал, что кого-то убивают. Я, как велено было, картины привез в ресторан. Поставил, раздевал тебя ключ, положил в шкаф. В мужском туалете. Какой ресторан? Фортуна. Илья, слава богу, ты здесь. Нина? А мы же вроде на семь договаривались. Я знаю, я тебе звонила, но тебе отключен телефон. Надо тебя кое о чем предупредить. О чем? Об Антоне. Он что-то скрывает. Антон скрывает? Нет. Я была у Жирнова. И он мне сказал, что, оказывается, Дмитрий Царев, отец Николая, был против вашего проекта. А там, оказывается, было что-то неисправное, что-то очень серьезное. Вот оно как. Да. Ты понимаешь, что это значит? Антон стоит за проектом. Значит, Антон стоит за убийствами. Антон убийца? Не может быть. А ты... Ты знал про эту проблему. Про какую проблему? Там нет никакой проблемы. Там нет никакой проблемы. Ну, ты что, правда думаешь, что я в курсе этой ситуации? А? Молодой человек, я могу вам чем-то помочь? Да, конечно. Капитан Скворцов, нужны записи с камер за 12-е число. Примерно 7 вечера. Хорошо, ты права. Я знал про проблему и что? Как же так? Ты же мне не врал. Я не могла ошибиться. Ты и не ошиблась. Ты был так искренне расстроен по поводу смерти Николая. Тогда почему же... Скворцов задавал тебе неправильные вопросы. В чем ты меня обвиняешь? Я никого не убивал, это правда. Да. Не убивал. Сам. Ты заказал убийство Николая. Нет. Боже. Ты заказал убийство их всех. Вот и Тихомиров. Так, давай дальше, где он выходит. Стоп. Странно, Тихомиров зашел с кофром, а вышел без. И после него с кофром уже никто не выходил. Так, может, через черный ход вышел? Так, а что ж ты раньше молчал про черный ход? Включай. Там камер нет. Спасибо, помог. Так, а где камера есть? В зале, например? Ну, вообще-то не положено. Но парочка имеется. Хозяин за персоналом наблюдает. Родной, включай. Включай, родной. Сейчас включим. Искусственный интеллект действует по принципу черного ящика. Машина выдает решение, но мы не знаем алгоритм. Машина ошибается, и мы не знаем, почему. Коля не хотел развивать домашнего доктора, потому что хотел, чтобы все было прозрачно. А такие машины еще только разрабатываются. А люди умирают. Люди, которых можно было бы спасти уже сегодня. Но домашний доктор тоже ошибается. Пока да. Но ведь и доктора ошибаются. Люди умирают. Как умер твой друг? Чтобы домашний доктор мог и дальше ошибаться? А разве не важнее те жизни, которые он спасает? Благо многих важнее жизни одного человека. Кстати, а ведь твоего отца он тоже мог бы спасти? Нет. Не такой ценой. Цель не оправдывает средства. Никогда. Илья, открой дверь! Влаве сегодня короткий рабочий день. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, алло, а... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет связи? Подавитель любых сигналов. Очередная наша разработка. Что ты собираешься делать? То, что должен. Останой. Угу. Вот это увеличь. Сейчас увеличим. Так это вы его искали? Я его часто здесь вижу. Товарищ капитан. А ведь все могло бы быть по-другому, если бы ты не догадалась. Тебя посадят. А за что? Ведь у них даже нет мотива. А вот у твоего ревнивого жениха, бывшего, есть. Пусти меня! Пусти! Пусти! Капитан Скворцов. Уголовный розыск. Простите. Да, я помню. Резников у себя? Не выходил. Прекрасно. Простите. Тварь! Тварь! Добрый день. Здорово. Разбито переднее боковое стекло. Да, прости, это я. Ближайший автосервис находится в трех километрах. Обязательно съездим, но потом. Почему скорость не набирается? Допустимая скорость 60 километров в час. Последнее предупреждение. Если скорость не будет снижена в течение 10 секунд, активируется система автоматического управления. 10, 9, 8, 7, 7, Никаких козлов в зоне видимости. 3. Слушай, там в машине девушка, понимаешь, ее жизнь в опасности, будь ты человеком. Спасение жизни – приоритет. Спасение жизни – приоритет. Нужен регистрационный номер автомобиля. Что? ВС-121-МЕ-777. Используй удаленный контроль. Это так можно было? Спасибо тебе, золотая мая. Неправильное решение. Сиди, не дергайся. Руку! Руку! Нина! Чуть-чуть-чуть! Нина! Нина! Да? О, Господи! Ты что меня так пугаешь, а? Что? Что? Все хорошо? Ты в порядке? Слушаю вас. Требуется врач. Адрес – улица Академика Королева, 18. Правильное решение. Царевы были против проекта, понимаю. А зачем было убивать остальных? Если бы жертвами были только Царевы, все бы поняли, кому это выгодно. Я сначала думал насценировать появление в городе серийного убийцы, который будет убивать важных политиков и бизнесменов. Но Коля подсказал более красивый вариант. Из-за того, что мы не видим, как наш доктор думает, кто-то может умереть. Я больше не хочу никого иметь на своей совести. Больше? Мне тогда только 18 стукнуло. Студент, молодой, без башни вообще. За рулем не я был. Друг мой. Стасик. Так что девчонку фактически он задавил. Он хотел к ментам пойти, а я не дал. Только это Стасику все равно не помогло. Посадили? Да он сам себя посадил. На иглу, а потом в могилу. Из-за меня, понимаешь? Но не все из-за тебя. Родители могли не помогать. Свидетель мог отказаться. Не мог. Он бы тогда сам под машину попал. Батя был знаком с такими умельцами. Наемными убийцами, что ли? А считалочка зачем? На дело на езде нельзя было намекать. Виновные бы догадались. К тому же требовалось отвлечь вас от настоящего плана. А план был занять директорское кресло компании Сигма. Вам не понять. Тихомирова почему не убили? Значит, он не успел. Он – это артист. Я не знаю его настоящее имя. Псевдоним – да. Артист. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здесь все. За вычетом Тихомирова? Все, что заработали. Чего у тебя с лицом? Да так. Сидеть, сидеть, рука! Руки, 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 руки! Вот, Лёг. Не поднимай голову, не поднимай руки назад. Товарищ артист, вы арестованы по подозрению в убийстве Метелина, Царева старшего, Царева младшего. Ну, короче, там долгое перечислять, но поздравляю, ваши гастроли окончены. Уведите. Встать! Пошел! Чего стоишь? Иди. Хорошо сработал. А теперь к новостям кино. Скоро на нашем канале стартует премьера нового сериала. По словам режиссера, это будет лихо закрученный детектив с драками, погонями и неожиданной развязкой. Съемки пройдут как в Москве, так и в ближайшем Подмосковье. Все походу. Отлично. А теперь новость, которая буквально подписла бизнес-сообщество. Глава компании «Сигма» Илья Резников арестован по обвинению в серии убийств. Дата суда уточняется. Его место в компании занял Антон Машанов, его старший партнер и разработчик проекта «Домашний доктор». К следующим новостям. Пятнадцать новых зон отдыха… ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Привет. Заходи. Захожу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я тут собирала твои вещи, и они стоят, будто они стоят. Мои, да? Угу. Мои? Да. Так ты за этим меня позвала? Ну да. Класс. Жень, ты… Ты меня спас. Дважды. Дважды. И… Я очень тебе благодарна. Но… 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 Прошлого не отменить. Да. Я понимаю, но я давно тебе хотел сказать, это правда. Это… Это новое духе. Угу. Да. Нет, я не это хотел сказать. Я про то, что у нас с Викой вообще ничего не было. Не перебивай, пожалуйста. У нас ничего не было. Это для прикрытия. Она просто… Ну, ку-ку. Она себя заказала, и нам надо было… Нет, нет. Ну, не перебивай меня, пожалуйста. Ты послушай. Ты послушай. Хочешь? Давай меня это… Ну, твое. Давай. Верифицируй. Ну, если надо. Давай. Хоть каждый день. Каждый час. Ты же все видишь. А ты не боишься? Чего? Чтобы узнать все твои секреты. Нет. Я просто другого боюсь. Чего? Честно. Только не смейся. Пауков. И жить без тебя. Ну, я так понял. Это значит, да. И я уже слышу, можно поцеловать невесту. Есть одно условие. Какое я на все согласен? На этот раз ты пойдешь в сакс. В костюме. Нет. Да? В стройке. Нет! С бабочкой такой огромной. Ни за что. Да. Хорошо, тогда прямо сейчас у меня паспорт с собой. Давай немножко попозже. Почему? Потому. promised. Бог. Туэра. Если благо. Что там еще есть пыль и т Shall. Так? Ну, в костюме. это потрясающе и да. Субтитры создавал DimaTorzok